МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В Якутске совершено нападение на фельдшера скорой помощи. Медик с травмами на больничном. Полиция ищет нападавшего. В Усть-Майском районе за аварией почти 9 тысяч потребителей остались без света. Энергетики включили резерв. Три дома для детей-сирот в Алдане. 87-ми ждут своей очереди в этом году. Но новоселье пока не планируют, чтобы не сглазить. Свет в конце взлетно-посадочной полосы, что тормозит реконструкцию аэропорта Нейрюнгре. Карантин в Якутии. Где и сколько болеют и в каких районах уходят на карантин? Новые данные эпидемиологов. В эфире Якутия 24. Обзор основных событий уходящего дня в студии. Работает Алексей Соколов. Здравствуйте. Утро понедельника было омрачено новостью о том, что в Якутске совершено нападение на врача скорой помощи. Медики прибыли на вызов и столкнулись с агрессией со стороны мужчины, который находился в квартире вместе с пострадавшим. Сейчас нападавшего ищет полиция. В ситуации разбирался Петр Говоров. На прошлый год по факту нападения на врачей скорой помощи зафиксировано 6 случаев. Это нерадостный показатель. Сегодня утром в 9 часов 55 минут на пункт диспетчера 03 поступил вызов. Медицинской помощи срочно нуждается мужчина, получивший множественные травмы в драке. Бригады из двух специалистов, обе молодые женщины, по прибытию начали оказывать медицинскую помощь. В итоге помогать пришлось фельдшеру. Во время оказания в квартиру ворвался мужчина и начал сбивать пациента. То есть это все так внезапно произошло. Но мы же несем ответственность за пациента полностью. И девушки начали заступаться. Перестаньте его бить и так далее, и так далее. В этот момент мужчина развернулся и ударил фельдшера, ответственного работника бригады, в лицо. Она получила травму. То есть бригада вышла из строя, получается, да? А мужчина с места происшествия скрылся. Традавшая фельдшер экстренно ушла на больничный. Молодая женщина находится сейчас в состоянии шока. Однако, по словам медсестры, которая лишь чудом избежала побоев, все могло быть еще хуже. В квартиру ворвался неизвестный мужчина. Он бросился на нашего пациента. И, соответственно, это наш пациент, и мы обязаны защищать его. Мужчина видел нас, понимал, что мы скорая помощь, что мы оказываем медицинскую помощь пациенту. Началась драка, то есть, соответственно, мы начали их разнимать. Начали говорить, что успокойтесь, угомонитесь, что перед нами медики. Это были девушки? Да, то есть мужчина ударил кулаком по лицу фельдшера. Она ударилась головой о стену. Оскорблений и маты – все это приходится терпеть не только медикам, но и водителям кареты скорой помощи, от которых также зависит жизнь пациента. Бывало, разбивали, вот так проходили, ну, подходили и просто разбивали. Ну, так, рукоприкладства не было, а вот, ну, бывали случаи, что… Оскорбления были? Да, все за это, за ужесточение и за защиту, потому что у нас защиты сейчас никакой нет. Ужесточение закона по защите работников скорой помощи медики ждут не первый год. Ведь случаев нападения на врачей, приехавших спасать чужую жизнь, становится все больше по всей стране. Не оружие должно защищать, а закон должен защищать работников скорой помощи. И вот хорошая была идея приравнять к сотрудникам полиции и при исполнении обязанностей, ну, чтобы была какая-то уголовная ответственность, может, это будет как сдерживающий фактор. А пока медики ждут принятия закона. Мужчины, избившие сегодня врача скорой помощи, до сих пор в розыске. Петр Говоров, Григорий Охлопков, Якутск. В России случаи нападения на врачей скорой помощи участились. Как уберечь медиков от преступников, завтра утром в рамках рубрики «Актуальное интервью» расскажут в прямом эфире нашему телеканалу представители Минздрава Якутии. Энергетики устанавливают причины аварийного отключения в Усть-Майском Улусе, где без света остались 8950 жителей. Сегодня в обед произошло аварийное отключение магистральной линии «Сулгачи» Эльдикан. Ремонтная бригада направлена на место для поисков поврежденного участка и установления причины технологического нарушения. Как нам сообщили в пресс-службе компании «Якутск Энерго», на время устранения аварии в поселках Усть-Майя Эльдикан и Солнечный введены в работу резервной дизельной электростанции. Все потребители запитаны. Сегодня, 5 февраля, в 13.04 произошло аварийное отключение магистральной высоковольтной линии электропередач 110 кВт в «Сулгачи» Эльдикан. В результате под ограничение режима потребления электроэнергии попали жители Усть-Майского района. Ремонтная бригада направлена на место для выявления поврежденного участка и установления причины технологического нарушения. На время устранения в поселках Усть-Майя Эльдикан и Солнечный введены в работу резервные дизельные электростанции. Все потребители военно запитаны. Получается электроэнергия. На данный момент резервные источники пока еще работают. Авария пока не устранена еще. В Якутске растет количество заболевших хорви и гриппа. Об этом сообщает в Роспотребнадзоре. По данным ведомства, более 10 тысяч человек уже обратились за медицинской помощью. Эти показатели на 70% превышают эпидемический порог. По сравнению с предыдущей неделей, рост составил 20%. В улусах республики, в восьми улусах республики, также превышен эпидемический порог. Особенно острая ситуация состоит в городе Якутске, где зарегистрирована половина всех случаев заболеваемости гриппом и ОРВИ. И эпидемический порог среди школьников превысен почти в два раза. Ситуация находится на контроле управления Роспотребнадзора. Мы проводим лабораторный мониторинг. Ну и хочу отметить, что ситуация не столь драматична, как может показаться на первый взгляд. Поскольку всего 22% лабораторных исследований дают нам показатели по гриппу, тяжелых и сложных форм заболеваний ОРВИ и гриппом у нас нет. Карантин объявили во всех школах города Алёкминска в связи с предупреждением заболеваемости ОРВИ и гриппом. Учебный процесс приостановлен для учащихся с 1 по 11 класса с завтрашнего дня. 6 февраля сообщает наш собственный корреспондент в Алёкминском районе. Школы Алёкминска будут закрыты на карантин до 16 февраля. Новые аппараты электронного медосмотра облегчили работу фельдшерам в городе Ленске. Система полностью автоматизирована и способна проводить медосмотры сотрудников в считанные минуты. Новшество в первую очередь касается на водителей. Все подробности у наших коллег. Водитель сейчас проходит послесменный осмотр, послерейсовый. Он предъявляет информацию, считывается штрих-код, где указаны его персональные данные и сверяется фотография. Потом замер давления, алкотестер, проверка реакции зрачков. Осмотр завершен чуть больше, чем за минуту. Итак, два раза в день, утром и вечером. Новые аппараты ЭСМО, электронная система медицинских осмотров, выдают допуск к работе и проверяют состояние водителя в конце трудового дня. Все данные высвечиваются на мониторе у фельдшера. Его участие в осмотре минимально, а качество обследования возросло. Здесь, во-первых, больше перечень исследований, более детальных, так как здесь появилась пупелометрия. Это замер реакции и ширины зрачка. Во-вторых, это исключило возможность субъективной оценки неправильной. То есть здесь смотрит аппарат более точный, электронный. На каждого водителя в специальной программе заводится карточка. Здесь данные за весь период наблюдения. По ним можно решить, есть ли повод задуматься о дополнительном осмотре врачом-терапевтом или санаторно-курортном лечении. Такие рекомендации может дать врач, если заметит отклонение от нормы. Ежедневный осмотр проходят все водители. Поэтому аппараты установлены в базе механизации Ленского отделения ОМТС и двух автобазах. Год мы на них работаем уже. Но они себя показали с хорошей стороны. Без столпотворения. Два аппарата. Очень удобно. Раньше мы ввели документацию, значит, заполняли журналы, тут же измеряли давление, все вручную, подсчитывали пульс, определяли алкоголь. Сейчас у нас, конечно, все это упростилось. Аппараты предназначены для массового использования. Количество исследований в день не ограничено. Я, конечно, не водитель специальной карточки у меня нет. Впрочем, как и у половины сотрудников предприятия, кому не нужно проходить предрейсовый осмотр. Зато любой из них может прийти сюда, измерить свои давления и пульс. Следить за здоровьем легко. ЭСМО – российская разработка. Делают аппараты в Перми, но продают за рубеж. Точность и качество ценятся везде. Олеся Васева, Сергей Счастный, телеканал «Алмазный край». Егор Борисов встретился с доверенными лицами кандидатов в президенты России Владимира Путина. Напомним, Центр избирком России зарегистрировал в качестве доверенных лиц Путина в общей сложности 413 человек из всех 85 регионов страны. От Якутии в список доверенных лиц вошли генеральный директор компании «Алмазы Аннабара» Павел Маринычев, художественный руководитель, директор государственного театра эстрады Республики Саха-Якутия, режиссер и продюсер Алексей Егоров и герой труда Российской Федерации, руководитель хангаласского лесничества Варвара Устинова. Егор Борисов подчеркнул, что все доверенные лица являются известными, уважаемыми и очень активными людьми, но при этом сейчас на них возложена дополнительная ответственность. «В ваших силах и возможностях не просто вести разъяснительную просветительскую работу среди населения, обеспечивать обратную связь, но и вскрывать проблемы, влиять на их решения», – сказал он. Как заверил руководитель Якутии, в регионе будут соблюдены все установленные требования для проведения легитимных выборов, обеспечены условия их открытости и прозрачности, не допущение каких-либо нарушений. В Якутии продолжается отчет органов исполнительной власти перед населением. Руководители министерств и ведомств разделены на 17 рабочих групп. Их задача – посетить более 400 городских и сельских поселений. И сегодня отчет правительства заслушали в поселке Жатай. Что волнует жителей поселка и какую работу продолжит правительство для развития Жатая в материале Дмитрия Тымырова. ЖКХ, очистительное сооружение настроить, больницу настроить, бассейн достраивать. Я хочу услышать, какие будут, может, улучшения в сторону дошкольного воспитания. Меня интересует система ЖКХ, коммунальные именно услуги. По вопросу я хочу задать насчет земельных участков для многодетных семей. Ответы на каждый вопрос честно и открыто. Жатайцам было о чем спросить членов правительства региона. Интересовалась система выделения земли для многодетных. Сегодня участки предоставили всем нуждающимся. В списке 33 семьи. Единственная проблема – не везде есть инфраструктура. Ну, далее, там, где бюджетная среда. Ну, там, в некоторых местах есть, конечно, и подключения, а у нас нет. А местные власти говорят, что у них средств нет. Денег на благоустройство земельных участков в бюджете поселка нет. Адмистрация Жатая просит помощи у регионального правительства. Проблема встает по инженерному обеспечению. Это газ, электричество, вода. И, соответственно, здесь средства уже приличные. И с полиэтом в этой сложной задачей не справятся. И, естественно, нужно о том, как республике, так и федеральному бюджету. От благоустройства плавно перешли к транспорту. В Жатая нет автобуса для перевозки детей. Группы школьников не могут выезжать на крупные фестивали и конкурсы, которые проходят за пределами поселка. Невыездные теперь воспитанники детсадов, кружков и местных клубов. Мы ездим постоянно в город, потому что там большинство республиканских проходит конкурсов. Нам на это все нужен обязательно транспорт. Не нужно ждать у моря погоды. Нужен автобус. Подайте заявку. Члены правительства предложили направить письмо в Министерство образования Якутии. Конечно, заявку по данному вопросу необходимо направить в Министерство. Этот проект, он долгосрочный. Если в этом году, я, к сожалению, сказать не могу, какие улусы в этом году получат, и сколько объем автобусов предусмотрен, но министерство рассмотрит там не вопрос, и по очереди, скорее всего, там будет распределение. Работу правительственной комиссии жатайцы приняли. Члены к обмена все замечания и предложения, поступившие от жителей, учтут. За время отчетов региональные власти посетят 400 поселений Якутии. Дмитрий Тымыров, Владимир Павлов, Жатай. Маткапитал на дошкольное образование, если ребенок нетрудоустроен в детский сад. Сегодня состоялся брифинг Министерства труда и социального развития Республики. Александр Михеев рассказал о поддержке семей, выплате пособий, борьбе с задержками заработной платы и других социальных новшеств. Подробности в материале Саргалана Захаровой. Своевременная зарплата – залог обеспечения каждой семьи. Сегодня в Министерстве ведется большая работа, чтобы заработную плату выдавали без задержек. С 1 января 2018 года величина минимальной оплаты труда применяется с северными надбавками и районными коэффициентами. У нас 2018 год – это год повышения минимального размера оплаты труда в Российской Федерации. На сегодня у нас в республике создан штаб под руководством, заместитель и представитель правительства Ячковского Алексея Прокопьевича, который мониторит своевременное назначение и выплату работникам в размере, установленном на федеральном законодательстве. Что касается ежемесячной, так называемой «путинской выплаты», заявление нужно подавать в Управление социальной защиты по месту жительства. Сумма – 17 тысяч 23 рубля. В Якутии семья Долбараевых стала первой, кто подал заявление на социальные выплаты по новому закону. Доход у семьи небольшой, поэтому сразу после рождения дочери обратились в Управление за помощью. Мы – молодая семья. Узнали, что можем дополнительно получать ежемесячное пособие по новому указу Владимира Путина. Мы думаем, что это является очень большой материальной помощью для молодых семей. У которых первый ребенок. Ну и мы очень рады. Аналогичная выплата с 2018 года законом предусмотрена и при рождении второго ребенка. Только уже за счет средств материнского капитала. Нужно успеть подать заявление в первые полгода жизни малыша. Тогда выплату установят с даты рождения ребенка. Если позднее – со дня обращения. В целом по республике ежемесячные пособия получают около 100 тысяч детей. По новому закону в Управление социальной защиты обратились и получили выплату пока только десятка семей. Процедура такая, что семья пока выпишется, пока ребенка зарегистрируют, пока подойдут. Конечно же, длительный процесс проходит. При этом мы проводим именно информационную работу. Детям старше полутора лет также предусмотрено пособие. Например, если ребенка не удалось устроить в детский сад. В этом случае родители имеют право направлять на дошкольное образование средства из материнского капитала. Саргалана Федорова, Григорий Охлопков, Якутск. Аэропорт Нерингри реконструирует. Деньги на проект предусмотрены в рамках программы развития Дальнего Востока. Однако тормозит реконструкцию отсутствие проектной документации. Работы по проекту планировали завершить еще в 2014 году, а реконструкцию аэропорта закончить в 2016. На это было предусмотрено 70 миллиардов рублей. Решением комиссии по социально-экономическому развитию Дальнего Востока, Минтрансу и Минфину России поручено обеспечить реализацию данного проекта. И в продолжении темы авиации. За час задержки рейса пассажиры самолетов смогут получать по 100 рублей. Компенсацию за изменение времени вылета увеличить в 4 раза хочет Комитет Совета Федерации по экономической политике. Сейчас пассажиру могут компенсировать лишь 25 рублей за каждый час. Например, задержался в лет на 8 часов, а размер выплаты составит 200 рублей. При этом штраф не может превышать 50% от стоимости билета. Ну и сейчас небольшой блок рекламы и смотрите далее. Полмиллиона пострадавшим землякам. Прославленный борец Виктор Лебедев оказал помощь погорельцам. Вы недооцениваете потенциал Якутии. Известный блогер Илья Варламов вновь в Якутске. В эфире Якутия 24 и мы продолжаем наш выпуск. 2019 год нужно объявить годом села. С таким предложением выступила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. О поддержке развития сельских поселений России говорили на прошедшем заседании Верхней Палаты Парламента. Из Москвы Наталья Сазонова. От республики Сахай-Якутия в заседании участвуют 4 представителя. Здесь вырабатываются законопроекты, направленные на все сферы жизнедеятельности сельчан. Согласно предварительным итогам переписи, за последние 10 лет численность работников, занятых в сельском хозяйстве, уменьшилась в два раза. Условия, влияющих на сокращение, или причин, точнее, влияющих на сокращение численности, это условия работы, жизни людей, занятость людей, возможность жить не только свежим воздухом дышать, но возможность получать все эти блага, услуги и социальные, иные, которыми пользуются жители городов. В Министерстве сельского хозяйства Российской Федерации работает целевая федеральная программа устойчивого развития сельских поселений. Мы хотим, чтобы было продолжение выделения финансовых средств для возмещения затрат сельскохозяйственных объектов. Село нельзя никак оценивать только с позиции экономической эффективности. От его развития во многом зависит сохранение нашей самобытности, нашего здоровья, нашей культуры, традиций. Развитие культуры, значит, по таким проблемам, как инфраструктура, строительство, ремонт культурных учреждений, это очень острая проблема, которую тоже нужно решать в рамках вот таких заседаний. Проекту рекомендовано, во-первых, сохранять это направление, увеличивать объемы финансирования мероприятий по развитию сельских территорий. И Совет Федерации, как Палата региона, будет очень внимательно следить. 183 представителя из 67 субъектов Федерации обсуждали и предлагали усовершенствовать законопроекты в сфере сельскохозяйственного производства, финансирования, оттоком молодежи из сельской местности, вопросы сельских медицинских учреждений и школ. Мы хотели бы, чтобы увеличилось финансирование строительства сельских больниц, потому что первичная профилактика заболеваемости населения сельских жителей является основной задачей нашего здравоохранения. У нас есть большая проблема среди пригородных поселений. Почему? Потому что большая программа устойчивого развития села. На наши села эта программа не распространяется полностью. Участники заседания выработали рекомендации по поставленным вопросам. Добавим, что подобные встречи, как отметила Валентина Матвиенко, полезны обеим сторонам. Они помогают в разработке законопроектов. В Алданском районе 80 выпускников детского дома получат квартиры в этом году. В очереди на жилье здесь почти 150 человек. И, как выяснили наши корреспонденты, будущие новоселы не спешат готовиться к празднику. Осенью Витя Гольков отправится в садик, а мама выйдет на работу. Алена – пекарь-кондитер. Глава семьи Иван работает на золотодобывающем предприятии. Алена и Иван вместе выросли. Их детство прошло в Алданском детском доме. Квартиру в новенькой трехэтажке Иван получил год назад по программе обеспечения жильем детей-сирот. С новосельем жизнь семьи изменилась. В лучшую сторону, конечно, и уже себе мебель приобретаешь, и планы. Сейчас уже в отпуск выйду, ремонт уже думаем делать психовую. Сейчас смотрели, ничего не вылезло, ничего не вылезло. Ну да, свежий же дом. Алена Николаева работает в распределительной сетевой компании. Аня тоже выпускница детского дома и в настоящее время стоит в очереди на получение жилья. Сейчас Анна с трехлетним сынишкой снимают квартиру. Когда состоится новоселье, девушка не загадывает. У меня по факту вообще заселение на 18-й год. Но в связи с бюджетом республики такого по факту не произойдет. Максимум, сказали, чисто теоретически ждать еще два года. В Алданском районе по программе обеспечения жильем сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в очереди стоят почти 150 человек. В этом году в рамках программы планируется строительство трех домов, в которых квартиры получат 80 семей. В настоящее время 80 квартир у нас должно быть построено. Но обычно в течение года бюджет республики, он корректируется в зависимости от фактической потребности. И я рассчитываю, что все-таки в течение года финансирование Алданского района будет увеличено. Качество новостроек, возводимых по программе обеспечения жильем детей-сирот, вопрос не праздный. И в Алданском районе ему уделяется особое внимание. Гарантийный срок домов составляет пять лет. И обнаруженные технические нарушения застройщики, согласно обязательствам, устраняют. Татьяна Вахнина, Сергей Шипачев, Дмитрий Заливин, Алдан. Двухкратный чемпион мира по вольной борьбе Виктор Лебедев финансово поддержал земляков из Тампонского района. Перечислил полмиллиона рублей по горельцам села Тополины. Напомним, что 12 января этого года в селе Тополины случился пожар в жилом доме, после которого остались без крова 12 семей, всего 40 человек. Двое пострадавших были доставлены в больницу. Сгоревший дом был введен в эксплуатацию полгода назад по программе переселения из ветхого и аварийного жилья. И накануне заслуженный мастер спорта России Виктор Лебедев перечислил землякам от имени своего охотничьего магазина полмиллиона рублей, которые будут распределены пострадавшим семьям. Виктор является уроженцем этого села. В будущем чемпион планирует продолжать благотворительную деятельность. Двукратный чемпион мира по вольной борьбе поддержал. Известный российский блогер Илья Варламов, якутянин, принял участие в программе «Я могу» на Первом канале. Мальчик Слава Макаров эрудит опограф с проблемами слуха. Его родители родом из Якутии. Семья 20 лет живет в Зеленограде Московской области. Славе было два года, когда его родители поняли, что он не слышит. Мальчику вживили в ухо импланты с электродами. Он заговорил после пяти лет. У Славы феноменальная зрительная память. По словам мамы, он выучил все страны за одно лето. На проекте «Я могу» мальчик продемонстрировал свою способность вычислять страны-соседи по контурам границы. По традиции, ведущий Леонид Якубович вручил участнику денежный приз. Мальчик добавит выигрыш на покупку ФМ-системы, которая помогает убирать лишние звуки. Известный российский блогер Илья Варламов приехал в Якутск во второй раз. На этот раз он встретился с горожанами по теме формирования комфортной городской среды. Каждый желающий смог задать ему вопросы и пообщаться лично. Ранее Варламов приезжал в Якутск в ноябре прошлого года. Судя по положительным отзывам, блогер остался под большим впечатлением от поездки в Якутию. По словам Ильи, несмотря на уникальный климат, Якутск развивается, как и все остальные города России. В этот раз Варламов планирует искупаться в 40-градусные морозы и посетить природный парк Ленские столбы. Я как-то раз сюда приехал, можно сказать, влюбился в город и до сих пор очарованный. Поэтому я уже неоднократно говорил, что вы совершенно недооцениваете тот потенциал, который есть, и используете его на несколько процентов из ста. То есть я объехал весь мир и могу сказать, что в плане экзотики, вообще атмосфера всего остального, Якутия, наверное, номер один. Чемпионат мира по хоккею с мячом завершился в Хабаровске. В финальном матче сборная России не без труда, но одолела Швецию, вернув себе титул чемпиона. На неделю Хабаровск стал спортивной столицей Дальнего Востока. Сюда съехались сотни иностранных гостей, обслуживающие у персонала и волонтеры со всей России. Среди волонтеров ребята из Якутска, рассказывает наш СОПКОР в Хабаровске Стас Михайлов. Несомненно, Россия являлась фаворитом чемпионата, однако о не обошлось и без сюрпризов. К примеру, сборная Казахстана в полуфинале изрядно потрепала Швецию перед финальной игрой с Россией. В финале уже шведы заставили понервничать болельщиков российской сборной. К середине второго тайма счет был равный 4-4, но Алмаз Миргазов, оформивший хет-трик в этой встрече, вырвал победу у Швеции. Да, мяч попадает в ворота. 5-4 становится счет. Ну что, хет-трик Алмаза Миргазов? Да, Алмаз, этих бесценных глаз. В то время, как на самой арене кипит игра, вокруг нее кипит работа. Добровольными помощниками международного события стали волонтеры. Всего их 250 человек со всей России. Студентка из Якутска Ксения Максимова работает в пресс-центре. Она облегчает работу журналистов, координируя встречи с игроками и тренерами. Ребята помогают как в навигационном плане, помогают с пресс-релизами, помогают с игроками, которых нужно прозвать на интервью, чтобы это, можно так сказать, непосредственно участники работы средств массовой информации. В сферу ответственности Ксении входит также подготовка к пресс-конференциям. От ее незаметной работы зависит результат работы средств массовой информации. Сама девушка считает, что работа волонтерам дарит уникальный опыт общения с людьми и возможность приобретения новых навыков. Что-то я не знала, что-то я кому-то подсказала, наоборот, в ответ. Это взаимообмен такими навыками. Есть такой навык, который не купишь, тебя никогда не возьмут с нуля на такую работу, допустим. А здесь есть шанс попробовать это, попробовать, твое ли это узнать. В копилке Ксении уже не одно мероприятие всероссийского масштаба, но она не планирует останавливаться. В планах зимняя универсиада в Красноярске и чемпионат мира по футболу. Что ж, пожелаем ей удачи. Стас Михайлов, НВК Саха, Хабаровск. В эфире Якутия 24, оставайтесь с нами.